Он добивается отмены категорического запрета нацистов на общение православного духовенства с военнопленными. В Москве его заочно придают суду за связь с оккупантами. А берлинские архивы до сих пор хранят документы со свидетельствами неблагонадежности митрополита с точки зрения немецких властей. Он якобы слушает тайком московское радио, обсуждает с прихожанами победы Красной Армии, а иногда даже распевает синенький скромный платочек. Вопрос, почему Сергий Воскресенский остался под немцами, до сих пор остается открытым. Нет ответа, есть предположение. Скорее всего, как любой человек, однажды принимавший присягу, владыка Сергий Воскресенский остался ей верен. В данном случае речь идет о присяге епископской, по которой пастырь никогда, ни при каких обстоятельствах не должен оставлять свою паству, даже если это грозит ему смертью. В первые дни июля 41-го Сергия Воскресенского немцы держат под домашним арестом. Как только его освобождают, он собирает духовенство Риги и объявляет, что остается в канонической связи с московской патриархией, как и вверенная ему территория, и намерен все силы отдать восстановлению церковной жизни, разрушенной в прежние годы. Ради этой цели митрополит идет на компромисс. По требованию оккупационных властей он соглашается опубликовать и подписывается под антисоветским воззванием к верующим. Это, безусловно, осложнит его взаимоотношения с Москвой, но зато пусть на время усыпит бдительность СД. Это был очень крупный, незаурядный церковный деятель с большими организаторскими способностями, честолюбивый, который вполне в дальнейшем мог даже претендовать на пост патриарха. И проводивший очень умелую политику как по отношению к советским органам власти, так и по отношению к нацистским оккупационным властям уже в период оккупации при Балтике. Митрополит Сергий стал действовать чрезвычайно активно и продуманно. Это говорило как раз о том, что он сознательно остался, имел какой-то план действий. Главное, что он пытался добиться от немцев, это сохранение московской патриархии на оккупированной территории и оправдать свою верность московскому патриарху. Для этого приводил самые разные аргументы. И, в общем, нужно сказать, что несколько лет ему удавалось водить за нос, так скажем, немецкие оккупационные органы власти. В Прибалске, на северо-западе России. 17 июля 1941 Гитлер подписывает указ об образовании рейс-комиссариата Остланд. В него входят Литва, Латвия, Эстония и большая часть Белоруссии. В августе 1941 митрополит Сергий предлагает оккупационным властям открыть в Обскове православную миссию для координации церковной жизни в этих местах. Псков находится за пределами Оскланда, в так называемой прифронтовой полосе, подчиняющейся военному командованию. Но оно дает зеленый свет инициативе Владвихи в расчете на то, что эта инициатива сработает в нужном направлении. В считанные дни в Обскове открывается миссия. Немцы как-то сразу упускают из виду, что тем самым митрополит Сергий проводит то самое объединение православных кругов, против которого выступает шеф тайной полиции Гедрих. Введение и миссии огромная территория. Юго-западные районы Ленинградской, часть Калининской, Великолуцкая, Новгородская и Псковской областей. И около двух миллионов человек. Митрополит Сергий Воскресенский провожает отъезжающих в Обсков миссионеров-священников на путьстве. Не забывайте, что на протяжении более 20 лет религия самым безжалостным образом отравлялась и преследовалась. Народ был напуган, принижен, угнетен и обезличен. Придется не только налаживать цоколную жизнь, но и пробуждать народ к новой жизни от долголетней спячки. Когда пришел первые миссионеры, не было ни одной открытой церкви, как говорят, действующей церкви. Ни одной. Вы представляете, это была церковная пустыня. Перед самым началом войны арестовали последнего священника. И люди это знали, и люди это не одобряли. И когда немцы открыли церкви, на богослужение приходила масса народа. Люди крестились и говорили «Слава Богу!» Вроде как, что немцы пришли. Представляете такое? Первая группа в 15 человек прибыла под преображение. Это значит 18 августа. И они в ближайшие же дни разъехались по всей Псковщине. Службы возобновлены во всех уцелевших храмах. Это слова из самого первого отчета священников-миссионеров о проделанной работе властям оккупированных земель и Сергию Воскресенскому. В ноябре 1941-го немцы захватывают город Тихвин. Во время боевых действий разрушен Тихвинский Успенский монастырь. Рискуя жизнью, немецкий солдат выносит из горящего Успенского собора чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери. 1 января 1942-го во Пскове устроен крестный ход. Немцы торжественно вручают икону священникам-миссии. С проповедью уступает отец Георгий Бениксен. Неожиданно он дерзко напоминает собравшимся о подвиге святого Александра Невского, освободившего Псков и Новгород от немецкого нашествия. Немец-кинохроникер не обращает внимания на слова батюшки, так хорошо понятые русскими. Ну а о том, что сразу после церемонии чудотворную икону Тихвинской Божией Матери как со съемочной площадки немцы увозят снова к себе в комендатуру, узнают только немногие. Митрополит Сергий Воскресенский получает разрешение от оккупационных властей на создание церковных школ и детских приютов на всей территории контролируемой Псковской миссии. Церковные школы и приюты для многих молодых людей своего рода убежище, как сказали бы сегодня, страховка от угона в Германию. Как-то на уроке ребята сказали, я когда-то объяснял что-то, а вы-то в Бога верите? Мне они признавались, что они пришли в школу, были такие, которые откровенно были, чтобы не работали у немцев, понимаете? Чтобы избежать работы, он записывался в церковную школу. И не очень всему верил. Но я скажу, у меня потом восстановлена была связь с Псковым, и вдруг мне письмо из Пскова. Моя бывшая ученица, которая не знала, жив ли я или не жив, которая мне потом все рассказала, написала, как это было. И вот я узнал, она верующий человек. Ребята остались верующими. Один из них стал священником из мальчишек. Я не знаю о судьбе других, но то, что мы дали детям, это запало в их душу. В начале 1942 года владыку Сергея Воскресенского обстраняют этот дел. Рижская служба СД получает в это время донос на митрополита и рапортует в Берлин Гейдриху. Личность митрополита Сергея противоречива. Он типичный русский, действующий искусно и энергично. У нас нет пока никаких доказательств его непосредственно.